Всем привет, с вами Маракаси и вы смотрите передачу Шикарные Позиции, выпуск 90. Начнем мы с любопытного местечка на карте Священная Долина в квадрате F3. И туда стоит ехать на танки с прочной башней и их хорошей маскировкой. Сама позиция изобилует растительностью, поэтому светиться вы будете тут не всегда. А также рядом есть большой камень, за который вы сможете легко спрятаться в случае опасности. Кроме того, около обрыва есть небольшой холминг, за который вы сможете спрятать свой корпус и будете танковать башней. Это место простреливается артой, так что если вы засветились, то не стойте долго на одном месте. Позиция позволяет простреливать квадраты D5 и D6, где иногда помогут проезжать вражеские танки, и вы сможете спокойно выстрелить им прямо в борт. Также хорошо отсюда простреливается квадрат C6, где опять же проезжают противники. Отсюда простреливаются и другие места на карте, и в целом место очень даже зачетное. Далее я хотел бы показать вам добротную позицию для пассивного света на карте Мураванка. В начале боя нужно ехать в квадрат E7, и естественно стрелять нельзя. Потребуется маленький легкий танк с хорошей маскировкой. Стереотруба точно лишней не будет. Отсюда вы сможете светить квадрат А6 и E7. В начале боя там проезжают враги. Правда, по ним сможет стрелять только ваша арта. Кроме того, отсюда вы сможете подсветить противников, которые находятся на краю леса. И вот по ним ваши союзники уже должны стрелять. Недостатком можно считать также то, что если враги вдруг вас увидят, то спрятаться тут будет крайне проблематично, и уехать будет сложно. Думаю, что на невысоких уровнях тут довольно безопасно, и вполне вероятно вы сможете насветить тут достаточно для победы своей команды. Следующая точка находится на карте ТОП в квадрате D3. Специально ехать, я думаю, туда не стоит, но если вдруг вы остались на СТ-1 на этом фланге, и ехать назад опасно, тогда можно за счет этого неровного рельефа прятаться тут и светить всех, кто к вам пожалует. Противники, которые захотят немного приблизиться к вам, будут сразу же получать дамаг от ваших ПТ-САУ, которые в большинстве случаев простреливают эту местность. Да и арта не против будет пострелять по вашему засвету. Сами вы, конечно, дамажить вряд ли сможете, но вот настроение подпортить врагам у вас наверняка получится. Если враги даже вас и уничтожат, то наверняка у них будут серьезные потери. Проблема может возникнуть, скорее всего, от вражеской арты, которая тут может достать вас. В целом, интересное и нестандартное место. Следующая позиция-тактика находится на карте ТОП в квадрате Е5. И туда нужно ехать на быстром и легком танке с хорошей маскировкой и с хорошим обзором. Желательно тут не останавливаться. Встаете вот в эти кусты и подсвечиваете проезжающие вражеские танки. Сами, естественно, не стреляете ни в коем случае. Ваши союзники настреливают урон, вы же получаете за это ценный опыт и увеличиваете многократно шансы на победу. В большинстве случаев на 10 уровнях тут можно очень хорошо насветить, особенно если противники медленные. Бывало, даже я тут по 5 танков забирал с помощью арты. И это очень круто, согласитесь. Потом, если уже никого не осталось, можно проехать под следующую гору. Возможно, вас засветят. Стоит тогда подождать и через некоторое время подъехать к этой елке. Если вас не светят, то едете к этим кустам. Естественно, справа никого не должно быть из врагов. Это уже финальная фаза. Тут вы уже подсвечиваете ПТС, которые стоят на базе. И, в общем-то, ваша арта и другие союзники спокойно будут их разбирать. Ну и последний аккорд вашего триумфа – это поездка на вражескую базу. Там вам просто нужно как можно больше двигаться и маневрировать, чтобы враги по вам не попали. И надеяться на то, что союзная арта не промажет и заберет вражескую арту, прежде чем она попытается вас уничтожить. И можете также попробовать пострелять по врагам. Вот такая вот сверхэффективная тактика. Я часто так действую и в основном результаты положительные. Не знаю, использует ли еще кто-то подобную тактику, но лично я сам до нее додумался путем проб и ошибок. И мне она очень нравится. Особенно на 10 уровнях, где много арты, и вы на ЛТ можете очень эффективно подсвечивать. Ну и вот результат этого боя, как вы можете видеть. Отличные показатели по засвету, медалька даже. В общем, крутая тактика. Всем советую, попробуйте. Я думаю, она вас не разочарует. И последняя на сегодня позиция находится на карте Карелия в квадрате G5. И сюда лучше всего ехать на ПТ-САУ, но можно также поехать на низкоуровневом танке с мощным орудием. Отсюда вы отлично простреливаете врагов, которые стоят на плато. Ну и также вы можете пострелять по врагам, которые прорываются по центру. Сами вы окружены тут кустами. Поэтому засветиться вам будет сложно. В целом, позиция неплохая. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Пока.